МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация округа установила размер компенсационных социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям региона в разных муниципальных образованиях. Размер компенсации соотносится с кадастровой стоимостью земельного участка на данной территории, а также размером первоначального взноса на ипотечный кредит. Аньтарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. В Нинесском округе планируют приватизировать несколько ГУПов для повышения эффективности экономики региона в списке претендентов на приватизацию государственные унитарные предприятия Ниницкая компания электросвязи, Ниницкая фармация, Ниницкая агропромышленная компания и ВИТО. Соответствующий законопроект внесен в окружное собрание депутатов. Основная задача приватизации – повышение эффективности экономики региона, а также развитие конкурентноспособности и инвестиционной привлекательности хозяйственных обществ с государственным участием. Законопроект предлагает приватизировать молокозавод ВИТО в 2017 году. Планируется, что на торги выставят 27 415 акций или почти 96% общества, находящихся в собственности региона. Номинальная стоимость продажи – 700 рублей. По предварительным данным, приватизация может увеличить доходы окружного бюджета на 19 миллионов рублей. До принятия решения об условиях приватизации пройдет оценка имущества. Кроме того, приватизация ВИТО позволит найти инвесторов, которые смогут вложить дополнительные финансовые ресурсы для дальнейшего развития общества, его модернизации и расширения ассортимента. Законодательная инициатива также предусматривает и смену организационно-правовых форм трех группов. При этом они останутся окружными. Так Ненецкая фармация и Ненецкая компания электросвязи станут обществами с ограниченной ответственностью. А Ненецкая агропромышленная компания акционерным обществом. Это позволит упростить систему закупок. Ненецкая агропромышленная компания сможет после реорганизации привлекать дополнительные финансовые ресурсы для модернизации производства. Совместные действия для стабилизации окружного рынка труда. Координационный совет по вопросам занятости провел очередное заседание. На встрече были озвучены неутешительные цифры. Сегодня в регионе на учете в Центре занятости состоят 566 безработных или 2,5% от экономически активного населения. Как и где взять рабочие места – главный вопрос, на который пытались ответить участники заседания. В результате ряда сокращений в Центре занятости населения Ненецкого округа, начиная с 2015 года, обратились 576 человек. Были признаны безработными – 350. Сокращение штата работников ожидается и в 2017 году. До конца 2016 года Центром занятости разработан план мероприятий, предусматривающий активное взаимодействие с работодателями в целях получения информации о наличии вакансий, а также возможности трудоустройства в этих организациях. Также предусмотрены мини-ярмарки вакансий с безработными гражданами и привлечением организаций. Мы обратились к главам администрации сельских, поселковых, муниципальных образований округа для того, чтобы активизировать работу, по трудоустройству граждан, проживающих в сельских населённых пунктах. Часть безработных удалось трудоустроить за счёт профобучения. 110 человек временно трудились на общественных работах. Большая надежда в части занятости населения лежит на предпринимателях. По информации Департамента финансов и экономики, в этом году 14 начинающим бизнесменам дали гранты. Одним из условий окружной поддержки было создание новых рабочих мест. Согласно бизнес-планам, на работу должны трудоустроиться 76 человек. Но срок реализации документа длительный. И когда это случится, неизвестно. Например, та же субсидия на молоко. Ведь она даёт возможность гражданам регистрироваться, как индивидуальных предпринимателей, производить молочную продукцию, и на это департамент выплачивает субсидии. В настоящее время также идёт разработка в Ниндзькой промышленной компании постройки нового телятника на территории. Как раз это будет на территории города. И будут созданы рабочие места, но в настоящее время пока это всё ещё в плане. Также участники заседания обсудили вопрос эквотирования рабочих мест для инвалидов и трудоустройства несовершеннолетних. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». С 1 января 2017 года в Ниндзьском округе могут увеличить размер вознаграждения за труд приёмных родителей. Соответствующие поправки в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа, подготовил профильный департамент. Инициативу поддержали на заседании администрации НАУ. В соответствии с окружным законодательством, действующий базовый размер вознаграждения за труд приёмных родителей в настоящее время составляет 3866 рублей. С учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и переравненных к ней местностях, выплата доходит до 10 тысяч рублей. Предлагается установить размер вознаграждения в размере 4777 рублей. С учётом надбавок, общий размер выплаты составит 12 400 рублей, что равно минимальной заработной плате, установленной в Ниндзьском округе. Кроме того, для таких семей предлагается отменить субсидию на приобретение транспорта и включить её в окружной закон в целях поддержки многодетных семей, воспитывающих 5 более детей, в том числе не менее одного усыновлённого ребёнка. Власти округа полагают, что введение этой нормы поспособствует увеличению количества усыновлённых детей. Теперь инициативы по изменению окружного законодательства рассмотрят на сессии собрания депутатов. Администрация Ниндзьского округа установила размер компенсационных социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям региона под индивидуальное строительство в разных муниципальных образованиях. На Ринмаре компенсация составит 1 миллион рублей, в посёлке Искатели – 600 тысяч, в сельских поселениях округа – 450 тысяч. В настоящее время на учёте по предоставлению земельных участков в регионе стоят 500 семей, из них 431 в столице округа, 47 в посёлке Искатели и 22 в сельских поселениях. Общая сумма расходов на выплаты для них составит 469 миллионов 100 тысяч рублей. Для получения земельного участка необходимо встать на учёт. Семьи, которые уже стоят на учёте в течение 15 дней со дня получения уведомления, должны письменно выразить согласие на предоставление выплаты в органе местного самоуправления по месту жительства. В первую очередь выплаты будут предоставляться семьям, которые ждут своей очереди с 2012 года. Неудачная поездка по тонкому льду. Компания молодых людей сегодня утром не доехала до соседнего с городом острова. Машина провалилась под лёд. Рядом с ней увязла и пришедшая на помощь. Три недели работы в Госдуме, одна в регионах. Депутаты Государственной Думы нового созыва регламентировали свою деятельность и определились, как они будут работать в статусе законодателей Нижней Палаты Российского парламента. Это решение было принято на первом заседании Госдумы седьмого созыва, которое прошло 5 октября. И вот, проведя не один десяток заседаний в Москве, депутаты, избранные по одномандатным округам, отправились в регионы. В ходе региональной недели депутат Государственной Думы от Нинецкого округа Сергей Коткин проведет ряд встреч со своими избирателями на территории Нинецкого округа. В понедельник, 21 ноября, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» депутат проведет прием граждан по личным вопросам. Записаться на прием можно по телефону приемной 2-16-90. Во вторник, 22 ноября, Сергей Коткин планирует встретиться с депутатами от «Единой России», собрания депутатов Нинецкого округа, Совета Заполярного района и Городского совета депутатов. Парламентарии обсудят проект федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Также в плане работы депутатов встреча с главой региона Игорем Кошиным и спикером парламента Анатолием Мядиным. Попытка взять реванш закончилась ничьей. В региональном отделении Всероссийского общества слепых состоялся турнир по шашкам с участием окружных депутатов. В неформальной обстановке стороны также обсудили насущные проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и возможные пути их решения. Региональное отделение Всероссийского общества слепых посетили депутаты Александр Лутовинов и Виктор Кмедь. В неформальной обстановке стороны обсудили насущные проблемы и провели турнир по шашкам, который проходит уже третий год подряд в рамках декады, приуроченной к Международному дню слепых. В этот раз народные избранники попытались взять реванш, но дружеская встреча закончилась ничьей. Стоит отметить, все шахматисты находились в равных условиях. Они играли, полагаясь только на своё осязание. Они находятся в положении инвалида по зрению, раз мы им одеваем тёмные очки, и они уже представляют мир с точки зрения инвалида. И вот эти общения здорово помогают при решении каких-то других вопросов, потому что просто когда человеку объясняют, что мы там не видим, там ещё что-то, это просто может быть какое-то сожаление, там ещё что-то. А когда он сам в этой шкуре побывал, что уже просто будет знать. После встречи представители регионального отделения Всероссийского общества слепых рассказали депутатам о своих проблемах. Парламентарии, в свою очередь, пообещали по возможности помочь. Ещё раз обращаю внимание на ту часть наших людей, которые, к сожалению, имеют проблемы со зрением. И разделяя вот таким образом их проблемы, я полагаю, мы действительно ещё больше и лучше понимаем вот эти трудности, которые вас сопровождают по жизни. В настоящий момент обществу инвалидов нужна компьютерная техника и средства реабилитации. Имеющиеся пострадали в результате коммунальной аварии, которая случилась летом. Ехали, но не доехали. Два автомобиля провалились под лёд сегодня утром около острова Кирпичное. Обошлось без жертв. Из пострадавших только автомобили. Середина недели утра. Компания молодых людей на автомобиле ВАЗ-2112 решила отправиться на соседний остров Кирпичное. Несмотря на запрет выезда техники на лёд, ребята уверены, до места назначения они доберутся без происшествий. Но приключений сбежать не удалось. Автомобиль провалился под лёд. Вызов поступил утром от начальника порта на пульт оперативного дежурного. Соответственно, смена выехала незамедлительно. Приехали, обнаружили два автомобиля. Люди находятся с сильным запахом алкоголя. От помощи отказываются. Водитель ЛАДА-12 модели отправился за помощью в город. На подмогу приехала буханка. Однако и этот автомобиль попал в аналогичную ситуацию. По тяжестью веса колёса буханки провалились под лёд. То ли алкоголь добавил молодым людям смелости, то ли они от природы крепки духом. Но данная ситуация их совсем не огорчила. Ехал вообще с гостями. А куда ехали? В гости. В гости. Вот сюда? Кирпичное? Да. А знаете, что лёд тонкий, что опасный? Я не боюсь. Не страшно было рисковать? Я не боюсь. А теперь с машиной что делать? Так не моя машина. Удивительно, но несмотря на регулярные призывы спасателей, инспекторов ГИМС, не выходить на лёд до официального разрешения, находятся горе-смельчаки, которые твёрдо уверены, со мной ничего не случится. Но от несчастного случая не застрахован никто. Каждый раз, когда решите выехать на лёд, подумайте о своих близких и родных. Может, это убережёт вас от неоправданного риска. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Прививать людям любовь к чтению и литературе. Эту миссию вот уже почти четверть века выполняет Василий Торцев. Сегодня мы продолжим рассказ об успешных предпринимателях Ненецкого округа. Мы продолжаем серию сюжетов об успешных предпринимателях региона. Тех, кто занял свою нишу и много лет работает для жителей Ненецкого округа. Один из них – Василий Торцев. Человек, с которым уже давно и прочно ассоциируется слово «книги». В октябре следующего года Василий Евдокимович отметит 25-летие своей предпринимательской деятельности. За эти годы менялись литературные веяния, вкусы и предпочтения читателей. На книжных полках исчезали и появлялись новые авторы. Вечной оставалась лишь классика и любовь Василия Торцева к своему делу. Книжный магазин был открыт в общежитии рыбокомената, тогда еще действующего. Там была маленькая комнатка и пять передвижных точек по городу. Предпринимательская деятельность Василия Торцева началась в октябре далекого 92-го. В этот год в Наринмаре закрылся государственный книжный магазин. И Василий Евдокимович подхватил эту важную миссию – прививать людям любовь к литературе и чтению. Люди нуждались в книгах. Сам Василий Евдокимович – фанат книг с самого раннего детства. Этому способствовали родители, известные в округе педагоги Евдоким и Надежда Торцевы. Василий Евдокимович любит историческую литературу, классику. Таких авторов, как Лесков, Чехов, Гоголь и Задонский. А в молодости обожал Есенина и даже пытался писать стихи в манере поэта. В общем, как человек начитанный и на правах хозяина, Василий Торцев часто советует людям хорошие книги. Хочу обратить внимание на Маргарет Митчелл, «Унесённые ветром». Также мной уважаемый Сергей Александрович Есенин, полное собрание сочинений. Это вы сейчас показываете то, вот если бы человек пришёл и сказал, посоветите себя что-нибудь из классики, это вот вы бы ему посоветовали эти книги, да? Да, да. Своим любимым делом Василий Евдокимович действительно живёт. Изучает книжный рынок в поисках новинок, реагирует на появление новой учебной и методической литературы. Уже много лет сотрудничает с учреждениями образования, принимает заявки от жителей округа. Иными словами, делает всё, чтобы удовлетворить растущий покупательский спрос. Несмотря на то, что в современном мире всё больше пользуются популярностью электронные пособия, значение книги умолить невозможно, считает Василий Евдокимович. Самые прочные, самые подробные знания мы черпаем из книг. Из книг различных, будь то документальная проза, художественная, научно-популярная или учебная литература, верен Василий Евдокимович и ещё одной известной истине. Самый лучший подарок – это книга. Василий Торцев – яркий пример предпринимателя, который работает не просто ради прибыли, но ещё и ради идеи. Это залог успеха любого предпринимателя. В эту пользу говорит один очень сильный аргумент. В следующем году книжному бизнесу Василия Евдокимовича исполнится четверть века. Это ли не повод с высоты своего опыта дать совет молодым начинающим предпринимателям? Всё осмыслить, есть ли у вас силы и смело не бояться трудностей. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». С 21 ноября в Наринмаре стартуют дни выпускника, направленные на профориентацию учеников 9-11 классов. По оценке Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа, профориентационная пятидневка хватит порядка 400 школьников. При этом вместе с ребятами в мероприятиях могут участвовать и родители. В первые четыре дня программы для школьников будут организованы экскурсии на предприятия учреждения Наринмара. Старшеклассники посетят коммунальное предприятие «Чистый город», Нинецкую телерадиовещательную компанию, Главное управление МЧС по округу, поисково-спасательную службу, электростанцию, дворец культуры Арктика, предприятие «Лукоил Севернефтегаз», объединенный Наринмарский авиаотряд. Также дни открытых дверей для потенциальных студентов проведут Наринмарский социально-гуманитарный колледж Шеменевоучейского, Нинецкий аграрно-экономический техникум и Нинецкое профессиональное училище. Завершатся дни выпускника ярмаркой вакансии учебных мест. Представители вузов и профессиональных учебных заведений расскажут ребятам о специальностях, условиях поступления, а также возможностях целевой подготовки. Представители окружного военкомата, полиции, спасательной службы и авиаотряда также расскажут об учебных заведениях, где готовят специалистов их профиля.